Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот Путин прилетел в Минск впервые за три года. Лукашенко лично поехал его встречать в аэропорт. Говорят, что взлетало несколько бортов, чтобы запутать следы. Предполагают, что Путин попытается додавить Лукашенко на участие Белоруссии в войне против Украины. Чего можно ожидать от этой поездки? Я на самом деле сомневаюсь, что можно додавить Лукашенко, во-первых. Во-вторых, что для этого нужно было обязательно Путину зачем-то лететь в Минск. Я думаю, что Лукашенко весьма удачно додавливали в Абхазии, когда его там взяли в заложники. Это было бы гораздо более эффективно, чем какие-то странные поездки в Минск. Я думаю, что цели совершенно другие, поездки в Минск. А именно сегодня, буквально через три дня, юбилей создания Советского Союза. И скорее это будет что-то, возможно, подписание какого-нибудь договора. Ну, который, как бы, как сказать, об объединении России и Беларуси. Очередного. И понятно, что у них уже сто там подписанных договоров. Но это будет еще что-то более убедительное, более важное. Самый договорный договор, да. Да, да, да. Ну, например, можно же придумать название новое. То есть, что вот не просто там объединенное государство России и Беларуси, а какой-нибудь там, ну, С чего-нибудь. Ну, какое-нибудь название, как было же, СНГ, СССР. Вот что-то такое. Мне кажется, что за меньшим Путин бы лично не поехал. Потому что я не представляю себе, зачем Путину просто ехать тремя самолетами, как вы знаете. Три самолета одновременно летели. Может, они везли трех Путинах, ну, чтобы скрыть, в каком самолете Путин. Вот, поэтому, не понимаю, логика, как бы, отсутствует во всем этом, если это не торжественное подписание. Просто разговоры о войне, зачем? Ну, они уже и так ведутся в ежедневном режиме. Ну, вот, американский институт изучения войны заявил, что Кремль, ну, отбеливает Путина участием в бессмысленных мероприятиях, таких, как, там, торжественное открытие индюшиной фермы, да, или ремонт автомагистрали. Пытается изобразить Путина как толкового военачальника, ну, еще спасти имидж Министерства обороны, рассказывая о встречах Путина с объединенным штабом. Ну, вот, получается, есть очень веские причины спасать имидж и репутацию, как вы полагаете? Россияне начинают вот о чем-то догадываться, что-то подозревать? Ну, не сильно думаю. Это история с индюшарней, которую якобы открывали в Тюмени. Там понятно, что это было по личной просьбе Патрушева, потому что открывал это сын Патрушева. То есть там в Тюмени находился сын Патрушева, он нажимал на огромную кнопку, а Путин из Москвы это все благословлял. Самое смешное, кстати, в этом открытии, никто же внимательно не послушал текст, а текст там был такой, что вот там Путин говорит, так, ну давайте откроем индюшарню, это замечательно. А дальше сын Патрушева говорит, мы же, говорит, уже, или там какой-то помощник, говорит, мы же год назад заложили первый камень, а уже следующим летом будут первые индюки. То есть как бы что они сделали, это заложили год назад, индюки через 9 месяцев, и чего они за кнопку нажимали, вообще непонятно. То есть Патрушеву нужно было своего сына как-то подсветить рядом с Путиным. Поэтому тут вообще история, по-моему, не про Путина, а про Патрушева. Все вот эти выходы его в армию, ну да, ему надо показать, что война в порядке, потому что ему скоро предстоит проводить вторую волну мобилизации, и он хочет, чтобы было объяснение людям, почему, собственно, куда они идут. Вот туда, в те самые замечательные окопы, над которыми летал Шойгу. Дальше этот полет Шойгу надо тоже приклеивать к визиту Путина в военный этот центр. Это все в рамках одного мероприятия. То есть понятно, что вот Путин, смотрите, вот Путин съездил, Путин сказал Шойгу лети, Шойгу полетел. То есть Путин полностью командует лично, распоряжается судьбой министра обороны. Путин уверенный главнокомандующий. Ну знаете, по Шойгу там очень интересные вопросы возникают. Первый, это грустные глаза Шойгу, вот он просто не в настроении, это мягко говоря. Второе, то, что он видел в иллюминатор, то есть в иллюминатор он видел зеленую траву. Какая сейчас зеленая трава? До Нового года тут раз-два я обчелся. Это вообще кино снятое, смотрите, вот помните, там несколько раз, в кадре несколько, не один раз, а несколько раз он снимал очки, так аккуратно снимал очки и так вдумчиво смотрел на что-то. Это ведь не случайно, да, грустно, а это не случайно. Это есть такой сериал знаменитый голливудский «Мир Дикого Запада», и в нем, чтобы сделать самого умного робота, чтобы он выглядел самым умным, его обучают вот именно этому жесту, снять очки и положить рядом. Причем это была последняя деталь, чтобы он убедительно выглядел, что это умный робот. Вот делали так, поэтому Шойгу прямо списали с фильма «Мир Дикого Запада», те, кто продюсировал это кино. Ну, это очень смешно, я как раз наблюдал этот кадр. Кстати, он ровно этим же приемом пользовался, когда он с Суровикиным. То есть Суровикин докладывает, а Шойгу снимает очки, вдумчиво, это вдумчиво, все это вдумчиво, понимаете. Ну, а то, как слеплено это кино в попыхах, непонятно из чего, вы же видели, там такие разные ракурсы. То есть какой-то один оператор смотрел прямо из окопа, то есть еще есть в окопе оператор, который сидит. Причем этот оператор в окопе, а он что, знал, что мимо полетит Шойгу? То есть им сказали, вы знаете, тут полетит Шойгу, вы снимаете, когда он будет пролетать мимо. Так что это очень забавное кино. Ну, и там оператор мог бы быть оператор с ПЗРК, на самом деле, тоже в этом окопе. Конечно, в такой ситуации-то да. Поэтому это очень забавная картина. Я же говорю, это я только в фильме Рэмбо видел. Скажите, вот за месяц до начала полномасштабного вторжения глава Сбербанка Герман Греф и глава Центробанка Эльвира Набиулина пытались донести до Путина мысль о том, что нападение может привести к катастрофе для экономики России. Но не смогли его в этом убедить. Вот об этом пишет издание Financial Times. Как вы думаете, почему он их не послушал? Во-первых, я думаю, что все это заказано самим Германом Грефом. Вот эта история в Financial Times. Ну, как заказано в Financial Times нельзя ничего заказать. Да, естественно. Я не имею в виду, что это прям проплаченный материал. Но я думаю, что это специально слили в Financial Times за деньги Грефа, за деньги Сбербанка, чтобы обелить, собственно, самого Грефа. Потому что Греф очень не хочет сидеть на скамье подсудимых вместе с Путиным. А у него есть такие возможности заказать вот такую статью? Да, конечно. Ну, слушайте, он руководил до войны. Это было самое большое предприятие в России вообще. Вот просто вообще из всех предприятий. По крайней мере, самое прибыльное. Самая большая прибыль в истории. Россия получала именно Сбербанк. 41 триллион рублей. Герман Греф очень этим гордился. Говорил, я горжусь тем, что мы платим налоги, значит, и вот на эти деньги, как он говорил, такое большое количество учителей и врачей и так далее получает зарплату, забыв сказать, что еще и финансируется убийство, терроризм и война. Он думает, что он сможет уйти от ответственности. Он забывает, что, например, на одном из нюрнбергских процессов был осужден, собственно, глава Дрезденбанка, главного финансиста гитлеровского режима, причем именно директор. Был осужден, по-моему, на 12 лет лишения свободы. По-моему, в Функе его фамилия была, если я не ошибаюсь. Вот это я, конечно, настолько не помню, да. Я просто стал интересоваться в какой-то момент, а были ли прецеденты. Были, да, были. Вот, фамилию не вспомню. И поэтому Герман Греф просто пытается доказать, что он ни при чем. Он очень рассчитывает, что после войны его снова будут пускать куда-то. Он же хочет ездить в Давос и хочет там не в тюремной робе сидеть в Давосе, а в смысле вот в пиджаке прямо в Давос. Ну, а наша задача этого не допустить, чтобы никто не ушел от ответственности, задача нашей дипломатии, я сейчас имею в виду. Ну, после войны, не сейчас, понятно. Сейчас нам совершенно не до Германа Грефа. Я просто не более чем комментирую, откуда взялась такая... Вот с чего вдруг Financial Times заинтересовалась этой историей, которая якобы произошла, как вы понимаете, 10 месяцев назад. Вот почему она вдруг стала так важна 10 месяцев назад? Что там говорил кому Греф? Это интересно только Грефу. Ну, сработали лоббисты, да, которые протолкнули статью. Конечно, да. Ну, как это называется, протолкнули статью. Ну, это же не... Там Financial Times нельзя разместиться за деньги. Там есть журналисты, лоббисты, естественно, общаются с журналистами, рассказали вот такую веселую историю. Этим лоббистам как-то там доверяют. И давайте так, была ли такая встреча? Ну, может и была. Ну, почему нет? Спрашивал ли Путин у них там, что будет с финансами? Ну, наверное, спрашивал. А почему нет, опять-таки? Там Набиулина могла сказать, что, ой, будет плохо, если будут санкции? Ну, конечно, могла сказать. И Греф мог сказать. Он, кстати, в своей даже интервью каком-то большом, я не помню, это книжка, или интервью, он говорил, что вот, мы научились работать под санкциями после 2014 года. И объяснял, какие это сложности именно создавало. Прямо объяснял. Поэтому, да, вся эта встреча могла быть. Вопрос, а с чего сейчас это важно? Не с того, что Путин послушался, не послушался, а все это отбеливание Германа Грефа. Набиулина-то вряд ли идет от ответственности. И так, понятно, она как бы госчиновник. А вот Греф пытается доказать, что, я скажу, это же просто банк, ничего личного. Я только отдавал приказы, я никого не убивал. Так называемые фронтовые творческие бригады, которые создаются в Российской Федерации, вряд ли смогут поднять боевой дух в российских войсках, которые ведут захватническую войну против России. Вот об этом говорится в сводке британской разведки. А я напомню, что 14 декабря объявили о создании двух фронтовых творческих бригад, в состав которых войдут певцы, актеры и артисты цирка. Это делается, чтобы поднять боевой дух войска. Ну, еще, помните, заявили, что собирают деньги на баяны и гармошки. В Кремле реально думают, что вот это все поможет? Ну, помогало же во время Второй мировой войны. Они же со Второй мировой войны все рисуют. А тогда же Клавдия Шульженко ездила на фронт. Это же все знают. И Утесов ездил на фронт, и Клавдия Шульженко. Этому учили с детства Путина, я уверен. Поэтому он сказал, где гармошки, где баяны. И Министерство культуры сказало, где баяны, где гармошки. Причем, скорее всего, губные гармошки, вот как нацисты, помните, сидели в окопах. Губные, видите, губные были у фашистов. А у советских людей были настоящие баяны. Поэтому тут, наверное, все-таки губные едины, а не корпоративные. Ну, и когда я вот об этом узнал, у меня всплыла в память такая история, не такой большой давности. Помните, когда разбился самолет с хором Александрова, военным хором российской армии? И тогда были большие дебаты. В каком смысле? Были люди, которые радовались в Украине тому, что разбился самолет. И расценивали это как разбился самолет с оккупантами, с нашими врагами. А другие ругались, что как вы можете, это же люди, всего лишь музыканты, что такое. Вот, видите, они бы сейчас создавали боевой дух, профессиональные музыканты. Так что правильно, те, кто тогда радовался гибели этих людей, были правы. Потому что это действительно вражеская армия. И гибель любого солдата в вражеской армии – это вклад в нашу победу. Поэтому те, кто там что-то пытался гуманность проявлять, это явно, оказывается, было действительно излишним. Вот теперь они вынуждены из мобилизованных собирать эти бригады. Поднимает ли это боевой дух? Ну, вы знаете, а может и да. Ну так-то, а почему нет? Ну вот, представьте себе, да, люди сидят в окопе, непонятно ничего. Да когда сидеть – непонятно. А тут кто-то приехал, споем, станцуем, водочки выпьем. Все-таки уже развлечение КВН. В воскресенье можно и водочки выпить. Ну, в советской армии нам кино показывали, это нас развлекало. Мы меньше бунтовали из-за этого. Новогодние праздники приближаются. Как, по-вашему, Кремль может воспользоваться этим фактом? Какие нарративы будет продвигать? Да какие там нарративы? Будет нас бомбить, будет нам портить Новый год само собой. Будет делать так, чтобы мы без электричества именно в новогоднюю ночь сидели. Я думаю, им самое главное – это испортить жизнь всем остальным. Да, это их главная цель. Будут ли они рассказывать? Они сейчас историю про то, когда закончится война, они окончательно убрали вообще с повестки дня. В том смысле, что они постоянно говорят, что это может быть годами, сколько угодно, потому что это важно. Вот представьте себе мобилизованного, именно мобилизованного человека. Уже мобилизация три месяца назад. Три месяца назад была. Этих людей забрали в армию три месяца назад. Когда забирают срочника, даже в России, то у них там срок службы, по-моему, полтора года или год, я не знаю точно. По-моему, год. И все, он знает точно, что он пошел, через год вернется домой. А этот ушел, и все. Нет же никаких сроков. То есть, может, на 10 лет теперь, а может, на 5. Когда? И критерия нет. То есть, если бы хотя бы был критерий. Вот мы сейчас захватим Бахмут, и нас домой отпустят. Или мы захватим Киев, и нас домой отпустят. Нет. Нет такого критерия. Поэтому, вот, кстати, вот вы сейчас задали такой вопрос, действительно, нарратив к Новому году. Есть список артистов определенных, которым можно петь под елочкой, а которым нельзя. Ну, артисты-то само собой. А вот о чем говорить, да? Нельзя, как бы, я думаю, что Новый год не будет сильно популярен. Говорить о том, что есть Новый год, это напоминает россиянам, что у них второй год войны. А это, как бы, нехорошо. Я думаю, они Новый год попытаются в каком-то смысле спрятать и не выпячивать. Ну, понимаете, да? Видимо, поэтому в регионы пошел, вот у них, помните, негласный приказ был о том, что не тратить много денег на празднование Нового года, больше концентрироваться на том, чтобы посещать раненые в госпиталях, говорить о спецоперации и меньше праздновать и радоваться. Да, потому что иначе вот это все уже начинает напоминать какую-то длинную затянувшуюся войну, а им нужно, что у нас же спецоперация, такая вещь короткая, мы в ней живем. Ну, вот всех заставляют сейчас россиян жить внутри этой спецоперации, как бы ее нуждами. И тогда не надо напоминать, что время тоже идет. Вот я сейчас напомнил, что с мобилизацией три месяца, а в России я ни разу не слышал, что кто-то сказал, вот мы уже три месяца назад провели мобилизацию. У них как бы мобилизация, вот она сейчас только что была. Они же не думают, что люди уже три месяца на фронте, да? Знаете, говоря о новом, вот про Новый год, представьте себе поздравление российского президента, и он говорит, вот я устал, я ухожу, как говорил когда-то его предшественник. Реальный сценарий, как вы считаете? Может он действительно устал и решит уйти? Нет, абсолютно не верю, вообще не вижу никаких предпосылок. Я думаю, Путин решил все до конца. Он с нами до конца, надеюсь, что до его конца, а не до нашего. Он хочет взять Киев. Я вообще последним его речам понял, что не, ничем он не удовлетворится, никакими там историями про компромиссы, южные коридоры. Нет, он хочет взять Киев, все. Вот у него цель взять Киев, все остальное тактика. Скажите, вот главное управление Следственного комитета Российской Федерации не усмотрело состава преступления в высказываниях Антона Красовского, который призывал в эфире топить и жечь детей в Украине. Ну, вы наверняка все это помните. Да, как такое вообще возможно? Получается, ну, пальчиком там погрозили слегка и отпустили. Вообще-то за такое награждают обычно, даже за большие гораздо преступления награждают. Вообще-то в России принято награждать за педофилию, за изнасилование детей, вот например, правильно? За это награждают. Вот орденами Путин награждает за это, званием гвардейцев награждает за это. Чего же мы тогда удивляемся, что всего лишь за какие-то слова, наоборот, мало сказал, за это только медаль дружбы народов положена. А сделал бы, утопил бы детей, был бы орденоносцем уже, я думаю. Не, Россия это, естественно, страна наоборот. Это же не государство в привычном для нас смысле. Поэтому, во-первых, на сами законы вообще нечего обращать внимания. И у них приветствуется именно это. Убийство, насилие, это хорошо, это плюс, это поощряется. Чему удивляться? Знаю. Ну вот еще президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи. И заявил, что происходящее в России и во всем мире перемены в лучшую сторону. Вот Путин вообще не вспоминал ни про войну, ни про Украину, но вот заявил, что все народы по-настоящему равны. Вот что они вообще с детьми делают, да? Они вот хоть понимают, что у подростков там есть интернет, что они живут в другом мире? Или вот сработает такая пропаганда среди этой аудитории, как вы полагаете? Сработает, потому что подросток, он же все-таки растет не в вакууме, к сожалению. Он растет в среде, там есть учителя, учителя им все вот это рассказывают. Как надо убивать украинцев. На уроках о важном, да. Конечно. Потом у него есть, не знаю, какие-нибудь кружки, в которых им тоже их обучают. Юнармия. Все вот это начальство, которое приезжает и проверяет сочинение. Нет, я думаю, что повезет только тем детям, у кого родители такие скрытые диссиденты, как в советское время было. Большинство верили в вот все, что говорится по телевизору. И только меньшинство понимало, что это все вранье. Так вот сейчас в России все то же самое, только меньшинство стало меньше, потому что сейчас это меньшинство в основном уехало. Из Советского Союза нельзя было уехать. А сейчас-то можно. Поэтому, к сожалению, да, все это работает, я верю. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Михаил Шейтельман, политтехнолог и писатель, был с нами на связи.